Застройка единственного зеленого участка в Киевском районе. На территории сквера на углу Королева и Левитана уже несколько лет пытаются начать строительные работы. Жители района, обеспокоенные подозрительной активностью вокруг этого участка, провели акцию протеста против застройки. В поддержку одесситов вышла украинская морская партия Сергея Кивалова. Подробнее в сюжете моих коллег. Строить нельзя оставить. Уже более 15 лет в сквере на углу Королева и Левитана пытаются начать строительные работы. И каждый раз местным жителям удавалось спасти один из немногих зеленых участков в Киевском районе. Несколько дней назад на территории сквера снова появилась спецтехника. Чтобы привлечь внимание общественности, жители близлежащих домов вышли на мирную акцию. Вот эти работы, которые сейчас начались, вот тут все там вышки, краны, заборчики, это все делается по городской программе, но за счет привлеченных средств. То есть компании разрешили благоустроить сквер и потом реконструировать это здание. То есть все жители этого района, ну мы собрали порядка 400 подписей только за два дня. Жители района против того, чтобы здесь в центре единственного, повторяю, на все Таирова сквера было построено трехэтажное здание. Планы на сквер с течением времени менялись. То торговый центр, то 18-этажный дом. По словам жителей района, в январе этого года городская власть дала добро на разработку детского развлекательного центра. После завершения строительства одесситам пообещали благоустроить остальную часть сквера. Но местные против любых изменений. Я мама двоих деток. Я очень со своими детьми прошу оставить нам этот сквер. Это единственная зеленая зона на Таирова. Маме с коляской или с ребенком самокатом просто нереально дойти до 411 батареи, либо до парка черемушек. Просто не в состоянии. Во дворах у нас нет детских площадок, либо нет зелени. Тут должна быть зеленая зона, а не вот такое вот. Должны гулять дети, собаки, а не кто-то зарабатывать деньги, неизвестно что. Вчера здесь была партия «Доверяй делам». Рассказывали, как будет все красиво, прекрасно, все будет бесплатно, будут дорожки, будет асфальт, будут скамейки. Не нужно нам лишнего асфальта. Мы хотим, чтобы наши дети гуляли по газонам, а не по асфальтам. Мы отстаиваем уже его третий раз. Мы сидели в палатках в 2007 году по ночам, мы ложились под технику. И сейчас начинается снова. В борьбе за зеленый участок жители Киевского района готовы принимать любую помощь. Но основной, как утверждает глава инициативной группы, должна быть юридическая, чтобы правильно разрешить конфликт и привлечь тех, кто пытается незаконно призвоить или же освоить территорию. Мы бы хотели обратиться к Сергею Васильевичу Кивалову и его партии, учитывая их огромный опыт юридической борьбы, учитывая их огромные знания в юриспруденции, чтобы нам помогли решить этот вопрос в правовой плоскости. Мы обратились ко всем, кому могли, но особенно нам нужна помощь в юридической плоскости. К митингу в поддержку жителей Киевского района присоединились представители Украинской морской партии Сергея Кивалова. Политсила не раз помогала одесситам отстоять свои права, и этот раз не станет исключением. Большинство жителей Киевского района, с юридической точки зрения, мало подкованы. Мы им объясняем, что деньги, которые они собирают, они могут использовать для своего дома, для своего блага. И развивается Киевский район. Последние легкие Киевского района сквер пытаются застроить. К нам приходят массовые люди с Киевского района с просьбой остановить беспредел, который сейчас происходит. Борьба за одну из немногочисленных зеленых зон в Киевском районе продолжается. И пусть до окончательной победы еще очень далеко, местные жители сдаваться не собираются. И готовы в дальнейшем защищать легкие Таирова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!